Кого обмануть проще? Человека или машину? Человека! С уверенностью отвечают представители Центрального банка России и Ростелекома. Сегодня безопасность банковских операций тесно связана с идентификацией личности человека. Качество последней становится особенно актуальным, когда речь идет об уплате налогов, покупках или транзакциях через сеть. И здесь на арену выходят отечественные разработки. Единая биометрическая система или ЕБС призвана защитить наши с вами деньги. Мы очень долго думали над тем, как сделать его наиболее удобным, наиболее оптимальным, доступным и, самое главное, простым в использовании. Ведь именно пользовательский опыт является для нас ключевым и в части развития цифровых сервисов, и в части дигитализации финансового рынка. В ходе конференции эксперты не только рассказали о сути разработки, но и продемонстрировали работу сервиса. В качестве испытуемой выступила руководитель по продвижению ЕБС Светлана Озерецковская. Девушка наглядно показала, как происходит сбор тех самых биометрических данных, внешности и голоса. Человек, клиент, да, приходит в тот банк, в котором он обслуживается, или в тот банк, в котором он хочет, ну, допустим, где-то лично открыть счет, вот, и просит зарегистрировать его в двух системах. Вот, мы выбрали именно две системы. Ту систему, которая уже сейчас используется для получения государственных и муниципальных услуг, это единая система идентификации и аутентификации. В этой системе сейчас уже более 90 миллионов человек представлено, то есть, ну, все вы пользуетесь государственными услугами, да. После того, как клиент пришел в банк, он фотографируется и проговаривает случайно заданный набор чисел. Так программа получает так называемый образец подлинности. Позже пользователь, совершая любую операцию по счету, совершает аналогичный набор действий, но уже самостоятельно. Для работы системы достаточно иметь смартфон и установить специальное приложение для проверки биометрических данных, а также приложение своего банка. К слову, испытуемая продемонстрировала успешный результат в работе системы только со второй попытки. В первый раз ЕБС фото Светланы не признала. На вопрос, как хорошо система защищена от нападок со стороны третьих лиц, эксперты тоже ответили. Внимание уделили именно вопросам безопасности, о которых я говорил. В первую очередь, снижение рисков мошенничества. Мы все-таки разделили, я имею в виду, персональные данные, ОВАС, паспортные данные, СНИЛС и иные, хранятся в ЕСИ, а биометрические данные хранятся в единой биометрической системе. То есть две разные системы, и друг к другу они синхронизируются по технологическому идентификатору. Поэтому, если когда-либо произойдут какие-то случаи, атак на систему, собственно, достать оттуда и сметчить эти данные будет невозможно. Оказалось, что эксперты в курсе развития современных технологий в области синтезирования голоса и изображений. В том числе знают про нашумевшую нейросеть дипфейк, которая без труда может подделывать лица людей в кино и обычных видеоматериалах прямо на ходу. Однако, уверены разработчики российской ЕБС, их алгоритмы заточены определять именно такие фейки. Мы постарались заложить такой принцип работы системы, как мультивендорность. Что это такое? Это когда с нашей системой одновременно взаимодействует не один биометрический вендор, предоставляющий технологию по распознаванию, а несколько. У нас в системе работают биометрические вендоры по лицу и по голосу, и каждый раз мы выбираем биометрическую технологию, наиболее оптимально подходящую под конкретный случай. К концу 2020 года Центробанк планирует обязать 151 банк внедрить эту технологию и сделать ее доступной всем жителям страны. Всего планируется оснастить и для сбора, и для работы с биометрией примерно 5200 отделений. Кроме того, технология со временем будет только развиваться, а главным ее плюсом является отсутствие требований к стоимости и качеству мобильного устройства. Как будет работать технология и сыщет ли популярность на просторах России, покажет лишь время. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.